Добрый день, уважаемые коллеги. Ещё несколько слов о меланоме. У нас было уже две сессии вчера и позавчера, которые, в общем-то, касались меланомы кожи. И сейчас немножечко про те формы, которые мы почти не касались. Так называемые редкие локализации. Ну, вот тоже у нас на сессии был блестящий доклад по морфологии меланомы кожи по классификации. Я несколько слов скажу о том, что, в общем-то, сегодня меланома кожи, она, понятно, что частая болезнь, но она бывает не только кожной, и даже внутри кожной локализации бывают очень разнообразными по своему патогенезу и по своему происхождению. И, как мы увидим позднее, по реакции на лекарственное лечение, которое мы уже проводим по поводу метастатических форм этих болезней. Значит, что важно, что то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, это хроническое солнечное повреждение кожи, которое приводит в низком количестве, которое приводит к острому солнечному ожогу, это то, что мы видим в качестве поверхности распространяющейся меланомы, которая должна быть вовремя распознана, найдена, и в конце концов, если вдруг и дает метастазы, то это те самые метастазы меланомы с высокой вероятностью обнаружения генетических мутаций в гене Браф. Есть зоны кожи с хроническим солнечным повреждением, которые часто происходят, это лицо, это, может быть, кисти, это стопы, и это хроническое солнечное повреждение, оно вызывает другой немножко спектр генетических повреждений. Другие особенные формы локализации, особенные формы меланомы, типа спецоидных или из голубого неуса, это, в общем-то, тоже одни из форм кожных меланом, но сегодня, в основном, мы будем говорить про меланомы слизистых и меланомы у виального тракта. Значит, вот была такая совершенно чудесная статья в Вернале Сел, которая, это, по-моему, в прошлом году, в 17-м году, или в 16-м даже, которая поделила меланому на несколько генетических вариантов меланому кожи, те, которые имеют мутацию в гене Браф, и за счет этого активирован мапкиназный путь, те пациенты, которые имеют мутацию в гене РАС, те, которые имеют мутации или перестройки в НФ1, и, наконец, те, которые не имеют этих самых частых трех вариантов, и куда попадают иногда пациенты с мутациями в гене КИД. Так вот, эти генетические варианты, так или иначе, сопровождаются определенными вариантами еще иммунной сигнатуры. И в этой связи пациенты, например, с мутациями НФ1 имеют лучшую, большую иммунную инфильтрацию и, так называемый, больше провоспалительный фенотип, чем пациенты, например, с мутациями в гене РАС. И вот это тоже следует понимать, потому что здесь внизу выведено клиническое приложение этого всего, что пациенты, которые имеют некоторые виды генетических сценариев, можно попытаться предсказать эффективность современных иммунопрепаратов. Дальше. Вот эта генетика, которая заложена в механизмах происхождения, меланома, связанная с хроническим повреждением солнечным, или с нехроническим повреждением, или с неизвестными факторами, так или иначе широко изучается, и сегодня много что из этого можно уже выяснить и вычленить. Но если мы говорим про некожные формы меланомы, то тут есть определенные сложности. Во-первых, то, что касается частоты встречаемости и накопленных баз знаний. Конечно, увиальная меланома и меланома слизистых оболочек это достаточно редкие в относительном измерении формы меланомы. И у нас нет, к сожалению, такой уж надежной статистики в России по, допустим, увиальной меланомы или по меланоме слизистых, потому как это не учитывается как отдельная нозологическая форма. Я вот нашел только работы Вахтана Михайловича, который произвел расчеты, что около 1000-1100 новых случаев увиальной меланомы встречается вновь в России в год. Это примерно такая величина. Она, в принципе, похожая на ту, которую приводят наши американские коллеги. Что касается более редких таких вещей, как слизистая меланома, то у меня нет данных по частоте, но, по всей видимости, это тоже не самая частая болезнь и кратно ниже, чем кожная форма меланомы. Мы почти ничего не знаем про факторы риска у этих больных. То есть роль ультрафиолета для увиальной меланомы тоже обсуждается, но по-настоящему сказать, что это связанные вещи, как, например, для кожной болезни, так не получается сказать. Мы понимаем, что есть различия в мутационном профиле, и это могут быть совсем другие с точки зрения генетики и механизмов, вовлеченных в реализацию меланомогенеза болезни. И мы используем даже разные способы прогнозирования риска. Если мы для кожной меланомы опираемся на ТНМ-стадирование и определяем стражевые лимфоузлы, и в какой-то степени ориентируемся на генетический профиль, то для увиальной меланомы генетический профиль может оказывать более сильное влияние в отношении риска прогрессирования, чем даже те стадии, которые предлагают офтальмологи. Если мы говорим про меланому слизистых оболочек, то за редкостью болезни мы по-настоящему не сложили для некоторых локализаций те прогнозические критерии, которые бы потом могли лечь в основу ТНМ-классификации. И вот для, допустим, меланомы слизистых оболочек головы и шеи, верхних дыхательных и пищеварительных путей, ТНМ-стадии хоть как-то, но существуют и разработаны, а для других локализаций – нет, они не разработаны. То, что касается количества больных с метастазами на момент выявления болезни впервые, то действительно мы, как правило, выявляем всё-таки и кожную, и реальную болезнь на этапе локального процесса. Но вот что касается меланомы слизистых оболочек, то метастазирование на момент обращения, на момент выявления диагноза может встречаться до четверти у пациентов. Ну и, соответственно, лечение болезни. Сегодня для кожной меланомы масса лекарств зарегистрирована, и в Российской Федерации в том числе. А вот если вы возьмёте, допустим, меланому виальную или меланому слизистых оболочек, то никакой специальной регистрации для этого не предусмотрено. И, на самом деле, больших исследований, которые бы демонстрировали отдельную пользу в этих подгруппах, как мы увидим, почти что и нет. Ну, возьмём наших прогрессивных заокеанских соседей. Значит, действительно, недавно, с конца 2018 года, стали появляться рекомендации по лечению виальной меланомы, которые включают в себя, как, в общем-то, и раньше в меланому в кожную, в первую очередь клинические исследования. Это означает, что, по сути дела, у нас нет надёжных средств для того, чтобы применять какое-то лечение у пациентов с диссеминированной меланомой, когда вы в первую линию предлагаете клинические исследования. А вот дальше уже, если клинических исследований нет, а таких, как правило, не так уж и много предлагается, можно использовать ряд лекарств и иммуно-онкологические препараты, обратите внимание, здесь вынесены на флаг, как вариант, который можно предлагать пациентам. Не забыты, скажем так, и цитотоксические препараты, и в том числе хочу обратить внимание на таргетную терапию ингибитора МЕК. Тут единственный ингибитор МЕК упоминается, но просто по одной простой причине, что он единственно имеет регистрацию как самостоятельный препарат в Соединённых Штатах. Все остальные ингибиторы МЕК, они либо в паре должны быть с чем-то, либо ещё не зарегистрированы. Поэтому вот эта история с иммуно-онкологией, которая предлагается для увиальной меланомы, давайте попробуем понять, что она нам даёт. Я, честно говоря, значительную часть материала к сегодняшней презентации, так получилось, что пришлось собирать в короткий срок, и я взял последние исследования, которые были опубликованы в этом году, в 2019. Небольшие серии наблюдений отдельных центров говорят о том, что монотерапия блокатором ПД-1 иногда может работать. И один из 14, два из 17 больных могут ответить на монотерапию ПД-1 ингибитора. Но что даёт комбинация? Серии наблюдений – это данные последнего АСКО 2019 года, которое было представлено в качестве такого постерного доклада. Что, собственно, тоже довольно крупная считается серией наблюдений по увиальной меланоме. Что мы можем получить от комбинированной монотерапии? Из 30 больных у 5 был получен объективный ответ на лечение, если вы применяете комбинацию ИПИ плюс НИО. Стабилизация была получена у половины пациентов. Но мы должны понимать, что для вот этой всё-таки болезни вариант течения, либо быстрый, либо торпидный, когда стабилизация является таким непонятным на самом деле процессом, следствие ли это естественного течения или следствие действия лекарства, не так очевидно. Но объективный ответ – это очевидно, что следствие действия нашего вмешательства лекарственных препаратов. Так вот, это частота, которую мы можем добиваться при помощи комбинированной монотерапии. Обратите внимание вот ещё на что. На то, что сегодня мы имеем очень-очень печальные графики выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости, которая, по сути, в отличие от кожной меланомы, которая раньше тоже измерялась в неделях, значит, кожная меланома сейчас измеряется уже годами или десятками месяцев. Здесь речь идёт всё-таки про недели. И действительно, значит, не очень большое число пациентов удерживают свой результат на протяжении длительного срока. Это тоже вот такая особенность, которая явно отличает эффект иммунотерапии у больных с увяльной меланомой от больных с кожной. Вот, опять же, относительно недавно, и эти данные тоже были представлены на АСКО-2019, они были также опубликованы уже в журнале «Анало-онкология», был представлен метаанализ разных способов лечения на сегодняшний день диссиминированной, значит, увяльной меланомы. И что мы, собственно говоря, видим на этих кривых? Разные способы лечения были сгруппированы в такие виды, как антиангиогенная терапия, химиотерапия, иммунотерапия, подразумевается PD-1 ингибитор или комбинация PD-1 с ЛИ-4, киназные ингибиторы, в том числе мультикиназные ингибиторы и мек-ингибиторы, и так называемые, значит, направленные на печень варианты терапии. И только лишь пациенты, которые получали максимальный эффект от направленных на печень вариантов терапии, это либо хирургические способы лечения, либо химиом перфузии, либо химиом эмболизации, значит, вот именно эти пациенты имеют лучший прогноз. Это не рандомизированное исследование, это набор больных, которые получали разные способы терапии, но ясно, что подбор пациентов под хирургию, он существует, мы не можем лечить всех пациентов хирургическим путем с метастатической увиальной меланомой, и, естественно, туда отбираются больные по определенным критериям, которые явно имеют прогностическое значение. Но все остальные лекарственные режимы лечения, как видите, имеют весьма и весьма тоже печальную историю, связанную с выживаемостью без прогрессии, так и с общей выживаемостью. Значит, вот те данные, это данные того же, это один из самых крупных метаанализов, наверное, на сегодня, которые есть по лечению метастатической увиальной меланомы, было включено индивидуальные данные 915 больных, и из них какие-то были отсеяны, вот 796 были представлены. Значит, что дают варианты лечения на сегодня? Полных ответов, 5 из 796. Частичных ответов, 77 и 796. Это очень небольшая и, скажем так, далеко не комфортная ситуация в лечении современными лекарственными препаратами. Но здесь все лекарства на круг, которые касаются и иммуноонкологии, и химиотерапии, и всего, чего, собственно говоря, можно было добиться. А если вы посмотрите на такие, значит, вот субанализ, который здесь сделан, сейчас я попробую найти, субанализ, который был здесь сделан по видам лечения, вот иммунотерапия отдельно, киназные ингибиторы отдельно и так далее, то медианы выживаемости без прогрессирования предательски выглядят одинаковым образом. 2,8 месяцев. То есть это, по сути дела, то первое обследование, которое вы делаете, оно у большинства, больше чем у половины, показывает неудовлетворительный результат. А то, что касается общей выживаемости, то здесь тоже, в общем-то, довольно такие близкие цифры. От 9 месяцев до 14 месяцев, в зависимости от того, какой вариант был выбран. И опять же, выигрывает так называемый направленный на печень способ лечения, но, наверное, объяснять не приходится, что выбирают этих пациентов, в том числе по распространенности болезни. Двигаемся дальше. Ну вот, сейчас было много уже докладов для разных локализаций болезней, значит, от рака лёгкого до гастроэнтестинальных опухолей. И всякий раз биомаркёры подсказывали нам, что чем больше так называемая опухолевая нагрузка, тем лучше шанс на то, что опухоль будет отвечать на иммуно-онкологическую терапию. И, наверное, действительно, овиальная меланома – одна из тех немногих болезней, где количество разнообразия происходящих генетических событий очень небольшое. И в этой связи количество большого неоантигенов не образуется. И мы видим маленькую опухолевую нагрузку и ожидаемо низкий объективный ответ на лечение на фоне иммуно-онкологических препаратов. Но в этой связи тоже очень интересное наблюдение, которое бы я хотел привести. Это тоже материалы последнего конгресса. Это тоже материалы, которые сегодня запускаются в клинические исследования и очень по-настоящему обнадёживающие результаты ранних фаз. Было показано, что у больных с увиальной меланомой довольно часто встречается экспрессия так называемых опухолевоцитированных антигенов GP-100. И против GP-100 она бывает и при кожной меланоме. И было много исследований, сделанных связанных с вакцинами против GP-100. Вы помните, наверное, что эпилемомаб как раз был комбинирован с GP-100 в своём регистрационном исследовании и выиграл у монотерапии этой вакциной. Так вот, следующий этап был сделать такую специальную фьюжн-молекулу, которая бы соединяла между собой, распознавала бы этот антиген GP-100. И при этом могла бы привлечь CD3, привлечь лимфоцит к опухолевой клетке, несущей этот антиген. Эта конструкция была создана. И первые данные были объявлены ещё в 2011 году. исследования фазы 0, когда это вещество, коньюгат, вводилось в опухоль. И сегодня, опять же в 2019 году, то есть спустя 8 лет, были проведены первые фазы. Обратите внимание, что мы в этой первой фазе получили первый, скажем так, полный ответ на лечение, несколько частичных ответов на лечение и стабилизации. А частота объективных ответов на лечение оказалась выше, чем в предыдущих сообщениях. И здесь вот приводится даже деклиническая демонстрация того, как пациент с большим довольно распространённостью меланомы, правда за пределами печени, да, в основном это легкие лимфоузлы, добился полного ответа при введении иммуно-онкологического препарата, после, значит, вот сенсибилизации их при помощи этого лекарства. И здесь вот тоже приводятся данные уже по месяцам выживаемости, по данным первой фазы, значит, что, в общем-то, весьма и весьма обнадёживает. Но, пожалуй, сувиальной меланомой позитивных новостей не так и много. Ещё несколько минут по поводу меланомы слизистых. Значит, меланомы слизистых – это верхние дыхательные и пищевательные пути, желудочно-кишечный тракт, анагенитальная область, ТНМ. Классификация разработана только для головы и шеи, начинается сразу с Т3 для слизистых оболочек, значит, и, собственно говоря, подчёркивает сразу неблагоприятный прогноз этой болезни. Для слизистых меланом важно помнить, что мутация в генекит встречается довольно часто и может встречаться примерно у 15-20% больных. И был сделан обзор нашими коллегами-карвахалом по применению иматиниба в разных режимах, сунитиниба, иматиниба, нелатиниба, то есть ингибиторов КИТ у больных с КИТ-мутированной меланомой. Казалось, что у больных с разными вариантами, правда, мутации КИТ, частота объективных ответов на лечение может колебаться от 16 до почти 40%. И это тот резерв, который можно держать в голове, потому что части больным вы сможете помочь, применяя ингибиторы КИТ. К сожалению, ответ на эти препараты не слишком долгий. И вот хочу привести ещё одну публикацию на этот счёт, которая касается применения иммуно-онкологических препаратов у больных с мукозальной меланомой. Это анализ данных разных исследований, то есть это редкие больные, которые собирали по разным исследованиям и программам расширенного доступа, и, в общем, набрали почти полторы сотни больных с метастатической меланомой слизистых оболочек. В целом, ход событий повторяет такой для кожной меланомы, но вы видите, что медианы и вообще величина вот этих переживающих определённый период пациентов, доля переживающих определённый период пациентов, она, конечно, ниже, чем для меланомы кожи. Что интересно, что частота объективных ответов на лечение может достигать 23% у больных с мукозальной меланомой при монотерапии неволюмабом. В комбинированном варианте это увеличивается вдвое, почти до 40%. А если вы проанализируете педель-экспрессию, то оказывается, что это очень важный фактор именно для меланомы слизистых. У больных с меланомой слизистых и с наличием высокой педель-экспрессии комбинированное лечение может дать 60% ответ на лечение, в то время как для кожной меланомы эта разница не такая яркая. А монотерапия неволюмабом 53% при высокой экспрессии и 12% всего при низкой экспрессии. Вот одно из направлений – это комбинировать с мультикиназными ингибиторами эту историю. Но сегодня это тоже исследование такой ранней фазы, но вы видите очень высокое многообещающество ответов на лечение почти в 50%. И в качестве заключения я хочу сказать, что меланомы слизистых и увиальная меланомы – это сложные такие болезни, которые пока не до конца изучены в отношении их молекулярного патогенеза, и мы не все можем применить сегодня. И, конечно, очень важно накапливать группу пациентов, которые бы мы могли дальше исследовать и анализировать результаты. Поэтому я призываю в конце своей презентации присоединяться к таким совместным наблюдательным программам по редким болезням, редким меланомам, и тогда мы будем больше знать, что помогает и что не помогает нашим больным. Спасибо за внимание.